Основные темы этой недели. По последним данным в мире коронавирусом заражены уже более 2 миллионов 600 тысяч человек. Свыше 181 тысячи скончались. Испанские ученые обнародовали новые выводы о коронавирусе. В Великобритании беспилотники начнут доставлять медицинские товары в больницы. За прошедшие сутки в США более 3 300 зараженных коронавирусом скончались. Общее число случаев заражения в стране достигло 890 524. За последние сутки выявлено 28 819 новых случаев. США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19. Число жертв коронавируса в Италии за сутки возросло на 420. Это самый низкий прирост за время эпидемии. Выздоровевшими за сутки объявлены 2922 жителя Италии. Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло более 196 тысяч. Во Франции от эпидемии скончались выше 22 тысяч человек, 13 852 из которых были зафиксированы в больницах, а 8 393 в социальных и медико-социальных учреждениях, включая дома престарелых. Общее число заболевших во Франции с начала эпидемии составляет 122 577 человек. Число скончавшихся от коронавируса в больницах Великобритании за сутки выросло на 684. Количество заболевших на 5 383. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Общее количество смертей за время эпидемии в стране составило 19 506. Заразились COVID-19 143 464 человека. За минувшие сутки в Китае зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 89 пациентов. Летальных исходов не зарегистрировано. Из 12 новых случаев 11 возные и только один локальный. Этот случай зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэй-Луцзян. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1629 возных случаев коронавирусной инфекции. Все еще болеют 720 человек. 25 находятся в тяжелом состоянии. 909 человек выздоровели. Ни один человек, въехавший в Китай, зараженным из-за границы, не умер. Южная Корея зарегистрировала 9 случаев заражения COVID-19 за сутки. Выздоровели еще 134 человека. Общее число зараженных выросло до 10 718. Количество выздоровевших составило 8 501. Число погибших за сутки не увеличилось и составляет 240. В связи со снижением числа новых случаев заражения в Южной Корее, власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции – пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано уже более 2,5 миллионов случаев заражения. Свыше 180 тысяч человек скончались. Оксана Велиева, Си-Би-Си. Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как вирус попал в страну. Выяснилось, что COVID-19 мог проникнуть в страну 15 все различными путями. Ученые решили выяснить, как и каким типом коронавируса могли заразиться испанцы. Оказалось, что большинство заболевших COVID-19 жителей были заражены SARS-CoV-2 того типа, который был связан с случаями, зафиксированным в конце января в Шанхае. Специалисты заявляют, что шанхайский тип коронавируса проник в Испании не из Китая. Всплеск заболеваемости COVID-19 раньше всех в стране произошел в Валенсии, куда его завезли футбольные фанаты и игроки. В пользу этого вывода говорит и заявление мэра Бергамо Джорджи Гори. Он заявил, что прошедший 19 февраля в Милане матч между Атлантой и Валенсией мог стать причиной заражения 40 тысяч фанатов. В столицу Ломбарди на игру прибыл около 2,5 тысячи болельщиков из Испании. Ученые отмечают, что для победы над коронавирусом необходимо не только анализировать прошлое, но и прогнозировать дальнейшее поведение SARS-CoV-2. В Испании на сегодняшний день отмечено свыше 200 тысяч заражений, более 21 тысячи летальных исходов. Оторуха Ахмедов, Сибисим. Британские власти на следующей неделе начнут эксперимент по доставке медицинских товаров в больницы при помощи беспилотников. Об этом заявил министр транспорта Великобритании Гранд Шапс. «Я одобрил ускоренное проведение эксперимента по использованию беспилотников для доставки медицинских товаров. Эксперимент начнется на следующей неделе. Беспилотник доставит груз в больницу Святой Мэри на острове Уайт». Ранее правительство страны заявляло о необходимости поддержания работоспособности каналов поставок лекарств, продуктов жизненно важных в условиях пандемии коронавируса. Число скончавшихся от коронавируса в больницах Великобритании за сутки увеличилось на 684 человека. Количество заболевших на 5383. Общее количество смертей составило 19 506. От COVID-19 заразилось 143 464 человека. Оксана Велиева, CBC. Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке иммиграции в Штаты в связи с дефицитом рабочих мест в стране. «Чтобы защитить американских трудящихся, я приостановил иммиграцию Соединённые Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережём наши медицинские ресурсы». Исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходимо в борьбе с пандемией. Большинство американцев поддерживают временный запрет на иммиграцию в страну, считая, что в массовом виде она представляет угрозу. По словам президента, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США. Трамп уточнил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по истечении этого срока примет решение, продлевать ли действие указа. Число жертв коронавируса в США уже превысило 46 611. Количество подтверждённо случаев заболевания достигло 840 476. Оксана Вилеева, Сибиси. Государством-членам Евросоюза на ближайшие 2-3 года следует увеличить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2 до 2% ВВП. Об этом на брифинге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти деньги понадобятся для помощи экономикам стран после пандемии коронавируса. Все 27 стран-участниц ЕС для помощи своим экономикам уже выделили более 1,8 миллиарда евро. Если суммировать меры, принятые странами ЕС и институтами Евросоюза, мы уже выделили 3,3 триллиона евро на поддержку экономики. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что новый многолетний бюджет на 2021-2027 годы должен быть адаптирован к новым обстоятельствам, которые появятся после кризиса коронавируса. Бюджет должен быть более мощным и способным генерировать необходимые инвестиции по всему Европейскому Союзу. 23 апреля лидеры стран ЕС одобрили план поддержки европейской экономики на сумму 540 миллиардов евро. Урсула фон дер Ляйен считает, что Европу ждёт беспрецедентный экономический кризис. Ровшан Ильясов, CBC. Волонтёры из округа Ориндж в южной части штата Калифорния изготовили порядка 50 тысяч масок для медработников местных больниц. В США ощущается острая нехватка медицинских средств защиты на фоне затяжной борьбы с COVID-19. Бывают случаи, когда медицинским работникам приходится самим изготавливать маски и защитные костюмы из подручных материалов. Чтобы хоть как-то смягчить проблему с дефицитом средств индивидуальной защиты, некоммерческая организация совместно с волонтёрами оборудовала цех в одном из спортивных залов. «Наша цель – сделать 50 тысяч масок для местных больниц, потому что у медиков этих средств защиты не хватает. Сейчас мы находимся в вырвене. Мы хотим привлечь местных жителей к нашей деятельности. Лучше вместе бороться с распространением вируса». Во время работы волонтёры также придерживаются всех необходимых мер предосторожности. Столы расставлены на безопасном расстоянии друг от друга. Ношение масок также обязательно. По состоянию на сегодняшний день в США зарегистрировано 784 тысячи случаев заражения. Из больниц выписано 72 тысячи пациентов. Зафиксировано более 42 тысяч летальных исходов. Руфшан Ильясов, CBC.